всем привет вот сегодня так спонтанно решил пожарить баклажаны не хотела снимать но решила потому что есть у нас под номером 9 видео в начале где мы канал открыли там все подробно сегодня покажу немножко у меня уже все подготовлено вкратце расскажу потому что этому рецепту в общем то надо дать жизнь это действительно я сколько лет это готовлю это рецепт по тетиному рецепту то есть не мой и вот уже больше 40 лет готовлю что для этого нужно я сегодня вам расскажу вот все по два то здесь у меня вот два баклажана я их почистила потому что они уже сейчас не сезон баклажан уже не те как летом почистила в соленой воде они у меня пролежали наверно полчаса все слила немножко высушила и вот готовы два зубчика чеснока два перца болгарских у меня здесь красный и желтый можно еще было бы хотя бы половинку зеленого для цвета для красоты здесь у меня на 100 миллилитров воды две столовые ложки 25 процентного уксуса то есть получается все по 2 дела и все так здесь я хорошо посолила поэтому соли особо много не надо делать и по вкусу здесь у меня мука вы видите по-домашнему мне вот так удобно я так делаю показываю вам здесь чуть-чуть тоже добавила соли вдруг будет маловато чтобы чувствовалось что еще нам нужно вот такая у меня посуду обязательно чтобы было с крышкой то есть укладываем баклажаны посыпаем брызгаем и крышкой закрываем что вот именно перчик парился в горячих баклажанах или мне больше надо будет и естественно масло масло растительное обыкновенное на котором буду жарить сегодня видите александра я твой совет не забыла я часто им пользуюсь видеть укрыла и все через бумажку на индукционной плите то есть у меня будет жариться времени не очень много все буду чтобы не брызгала чтобы не лишнее лишнее не мыть сейчас начнем очень просто маслом не накаляется затем вот так вот просто панируем наши баклажаны один за другим и обжариваем так вот смотрите как удобно все пропанировала в муке и лежит и царелку мыть не надо сейчас мы это все будем жарить пока это все будет жариться так нужно нам вот это все смешать так какая мне побольше сюда и чеснок уже все просто хорошо размешать ауксную водичку я вот такой пульверизатор чтобы брызгать было удобней и равномерно получается участку хорошо перемешаем и когда обжарится баклажаны будем так посыпать слоями уже запах приятный на пошел сразу вот сочетание запах перца запах чеснока чуете как даже самое главное еще не сказала вот этот рецепт берите на заметку именно к новому году потому что я вам буду показывать потом еще несколько рецептов которые можно за два за три дня до нового года приготовить чтобы не было у вас только блюд сразу как говорится на последний день сделайте сначала вот так можно один баклажан попробуйте понравится если любите баклажаны понравится этот вариант то есть уже будете знать как и что делать ну прорепетируйте все равно чтобы уже как говорится точно знать подходит он этот рецепт вам или нет жарим на до румяности нет еще так вот мы обжариваем время от времени добавляем масло все знают что баклажаны любят масло очень много спитывают и вот таким образом укладываем сразу можно укладывать в ту посуду которую вы можете потом даже на стол поставить и вот таким вот теперь мы посыпаем вот этой смесью прям хорошо мы любим много чтобы было поэтому дает свой вкус и брызгаю вот так хорошо вот этой уксусной соленой еще и соль я не сказала соленая уксусная водичка у меня здесь вот все и закрываю пусть она немного сразу парится и жарю дальше все пережарили смотрите это последнее сверху можно чуть поменьше чтобы вот именно перец пропарился там больше вниз а сверху так поменьше добавляем брызгаем все по вкусу соль солить уксус может вы меньше может вы больше любите попробуйте понемножку по вкусу чтобы не пересолить и смотрите плита чистая стол у меня тоже чистый убрала фолию и все ну вот теперь она у меня остынет пропарится баклажаны дадут жир обратно то есть смешается будет такая приятная вкуснятина постоит остынет ставьте в холодильник и можете есть каждый день в общем-то два-три дня это даже и больше то есть вкус еще только будет улучшаться берите на заметку вот с ними еще раз попробуйте понравится мы будем рады всего вам доброго и с наступающим через полтора месяца почти скоро уже новый год скоро скоро время летит быстро не замечаешь а мы еще постараемся что-нибудь еще вам показать пока пока всем всего самого доброго